Уважаемые друзья, приветствую! С вами Николай Мрачковский и мы продолжаем наш инвестиционный эксперимент, в котором я инвестирую в акции, в облигации, в золото, в разных валютах и показываю все это, как это происходит в реальности. Вновь, как всегда, предупрежу о рисках. Инвестиции на фондовом рынке это всегда риск. И то, что я показываю здесь, это именно мой опыт, мой эксперимент, а ни в коем случае не руководство к действию, к подобному же действию вам. То есть то, что инвестировать надо, разумеется, да, но не надо просто слепо копировать то, что делаю я. Итак, в данном эксперименте мы инвестируем в облигации, в акции, в золото. И, к слову, сегодня я задам вопрос. Есть идеи по тому, чтобы развивать данный эксперимент и несколько его расширить, чтобы он был и интереснее для всех и еще некоторым критериям отвечал. В данном эксперименте я инвестирую пассивно. То есть не анализирую акции, не анализирую лучшие инструменты, не пытаюсь их найти, а просто инвестирую в экономику через индексные фонды. Об этом я рассказывал в первом выпуске. Посмотрите его, если не смотрели. Инвестиционный эксперимент номер один. И там я подробно рассказывал о индексных фондах, которые инвестировал. Также посмотрите выпуски, посвященные индексным фондам. Отдельный выпуск был, где я детально разбираю данный инструмент, его особенности, плюсы и минусы. Я инвестирую регулярно, минимальной суммой, каждую неделю, каждый понедельник. И проверяю на практике, как ведут себя различные инвестиционные инструменты фондового рынка в периоды кризиса, в периоды текущей нестабильности. Я использую пять инструментов. Еврооблигации рублевые, еврооблигации российских эмитентов долларовые, для того, чтобы не быть привязанным только к российской валюте. Акции российских. В данный момент у нас вот такая структура портфеля. Большую часть составляет 39% почти акций американских компаний, почти 28% акций российских компаний. 17% рублевые облигации, долларовые облигации 8,5% и около 8% золота. Вот сейчас структура выглядит таким образом. Что у нас, какие результаты портфеля на данный момент? Это сделано через, часто идут вопросы, через какую систему Intel Invest. Здесь система такая, она в небольших объемах бесплатная, поэтому пробуйте ссылочку, дам внизу. Очень удобно. Если вы на фондовом рынке инвестируете туда, брокерские отчеты подгружаешь, и она дает сразу аналитику удобную. В том числе делает расчет прибыли и расчет доходности портфеля средневзвешенной доходности. Потому что вручную в Excel это считать, естественно, можно, но так существенно сложнее. Больше данных надо вбивать, больше формул выстраивать. То есть, что такое? Сейчас у нас получается средневзвешенная доходность 6 с небольшим процентов за 13 выпусков у нас прошло. То есть, примерно 13 недель, можно сказать, четверть года прошла. За это время доходность 6,23% средневзвешенная. Имеется в виду, что то, что начало работать 13 недель назад, оно проработало 13 недель. А то, что неделю назад я инвестировал только одну неделю. Поэтому считается вот такая средневзвешенная доходность. И среднегодовая на данный момент около 25% годовых. Что, разумеется, очень даже достойно. Но не стоит рассчитывать, что это будет всегда. Можно сказать, что сейчас я стартовал этот эксперимент в самый удачный момент. На самой просадке в конце марта. Вот так вот шло развитие портфеля. Каждую неделю я доинвестировал некоторую сумму. И здесь вот у меня есть вопрос сейчас. Прежде чем мы разберем, сделаем очередные докупки. Прежде чем посмотрим, как сработал каждый инструмент. У меня следующий вопрос. Стоит ли расширить этот портфель? То есть тут есть три варианта. Оставить все как есть сейчас и продолжать вот так вот. То есть я докупаюсь минимальными лотами каждого инструмента из данных пяти. Здесь как бы плюс, что сохраняется частота этого эксперимента. И можно будет через какой-то занятный промежуток времени, например, через год, действительно увидеть, как что сработало. Второй вариант. Но что меня смущает сейчас? Во-первых, ну первый момент. То, что немножко это становится скучно смотреть для некоторых из вас. Что одно и то же, вот каждую неделю просто докупаешь и как бы немного происходит событий. Это первый момент. Второй момент. Портфель получается несбалансированный. То есть он, ну сам по себе портфель, он как бы не корректно собран. То есть с точки зрения чистого эксперимента, что вот по одному всего да. Но с точки зрения портфеля это, конечно, сейчас он крайне такой агрессивный портфель и не очень корректный и несбалансированный. Третий момент, что он не отражает моих личных целей финансовых. То есть у меня, например, сейчас стоит задача в данный момент существенно нарастить долю облигаций, долю консервативных инструментов в моем портфеле. Но этого здесь нету. Поэтому есть второй и третий путь. Второй путь. Это то, к чему у меня сейчас тоже есть личный интерес. Это дивидендные акции. То есть акции, в которые я инвестирую главным образом с целью получения дивидендного дохода. Регулярного пассивного дохода от дивидендов. И третье направление это добавить и дивидендные акции и еще и облигации. То, о чем я тоже сказал, это моя личная задача. Вот здесь хочу посоветоваться. Как вы считаете? Я понимаю, что это несколько перестроит наш эксперимент. С другой стороны, у меня нету какой-то очень жесткой привязки, что обязательно надо это повторять. Надо это сохранить как было. То есть не стоит прогибаться под изменчивый мир. Лучше мир прогнется под нас. То есть выстраивать свои действия исходя из своих целей. Так вот, хочу посоветоваться. Как вы считаете? На ваш взгляд, лучше оставить все как есть и не трогать. И пусть идет вот такой эксперимент. Он останется в текущем виде и мы сможем четко его фиксировать. Либо второй путь добавить дивидендных акций еще. И это будет параллельно как бы с текущей структурой еще добавится блок акций. Ну и третий, третья часть этой, если мы начнем, я лично начну вот в рамках этого портфеля балансировать его в сторону облигаций. Вот так. Поэтому выскажитесь ваше мнение, насколько какой путь вам кажется более интересным для наблюдения, более правильным. И я постараюсь это учесть. Я не обещаю, что я строго сделаю, как вы скажете, но обязательно учту ваше мнение. Если вам тема интересна фондового рынка, то рекомендую посмотреть другие выпуски, посвященные в том числе фондовому рынку. Инвестиции в ETF, в американские дивидендные акции, в российские дивидендные акции. Где я общаюсь с различными экспертами на эту тему. Скажу сразу, я не считаю себя большим экспертом в теме инвестиций на фондовом рынке. Естественно, я понимаю многие вещи. Я занимаюсь этим уже около 15 лет, но не так, что это моя основная деятельность. Поэтому я общаюсь с теми экспертами, от которых стараюсь брать лучшее. Можете с ними посмотреть видео. Хорошо, давайте двигаться теперь к нашему портфелю. Вот открываю портфель. И теперь сделаем следующее, собственно, приобретение. Итак, на данный момент на счету 132 тысячи рублей примерно. Плюс 4000 доход, то есть в абсолютных цифрах это 3%. И посмотрим конкретно каждый инструмент у нас получается. Акции американских компаний на 4% выросли. Еврооблигации рублевые на 3%. Акции российские выросли. А вот золото просело, в свою очередь. И еврооблигации долларовые тоже просели. В первую очередь из-за падения курса. Хорошо. Сейчас доприобретем по одному лоту, как и раньше. Для этого пополнить счет. Примерно 10 тысяч рублей должно хватить. Так, пополнил. И теперь приобретаю. Акции американских компаний. Смотрим. Давайте даже за больший период. Текущее падение фактически уже отыграно. Которое было в марте. Грандиозное падение. Ну вот текущий фонд уже находится на более высоких позициях. Докупаюсь. Покупка за 3900 стоит 1 лот. Комиссия около 12 рублей. Приобрел. Так, акции американских компаний готовы. Еврооблигации рублевые. То же самое. Аналогичная ситуация. Мы видим, что серьезное падение, которое было, оно уже отыграно. Так. Так. Готово. Золото. Золото подешевело. И это в некоторой степени радует. Потому что можно его купить чуть-чуть дешевле. Вот график за более длительный период. За последние 6 лет. Как делал у себя золото. То есть это фонд привязанный к ценам на золото. Докупаюсь. Дальше идем. Деврооблигации долларовые. Также немножко подешевели за последнее время. Как только пошел рост курса доллара, они взлетели. Но затем, по мере того, как курс доллара стал падать, они подешевели. И сейчас я докуплюсь. Так. Количество лотов в один. Готово. И остались акции российских компаний. Здесь вот как раз все поинтереснее. Потому что российские компании просели. Но еще не полностью отыграли свое падение. То есть сейчас их можно купить подешевле. Примерно процентов на 10 дешевле, чем они были, чем они стоили на максимуме. Это всегда интересно. Хотя, разумеется, падение, дальнейшие падения и возможные, и очень вероятно еще и будут. Готово. Итого, что мы имеем. Все. Докупился. Всего по 14 штук. Еще 133 рубля запас остался. Вот такие действия в этот раз сделаны в рамках данного портфеля. И еще раз напомню свой вопрос. Как вы считаете, имеет ли смысл расширять данный портфель? То есть, чтобы это было поинтереснее. Чтобы на большее количество вещей можно было смотреть. Но, повторюсь, это тогда приведет к некому сбою текущего эксперимента. Поскольку входные данные изменятся. Ну что ж, жду ваших комментариев. Надеюсь, и также напишите, пожалуйста, насколько, в принципе, для вас вот интересно это наблюдать. Это мне тоже важно понимать. Потому что, может быть, это не столь интересно. И я тогда просто продолжу это делать самостоятельно. Особо не показываю это. Либо наоборот. Для вас это несет какую-то ценность. Вам полезно это наблюдать. Тогда я продолжу делать подобные выпуски. Спасибо. Всем удачи. С вами был Николай Мрачковский. Спасибо.